Всем привет, друзья! Вы на канале Джонас Киев, меня зовут Андрей. В сегодняшнем видео, как и обещал, поговорим о том, как зарабатывать на сегодняшний день в Украине. То есть сравним, скажем, автобизнес, в котором я уже с 2017 года, и рынок криптовалют, инвестиций, в которых я уже с 2020 года. Просто сделаем небольшое сравнение, что сегодня актуально в Украине, что нет. Потому что большинство, в принципе, интересует не как потратить, а как заработать, в том числе и меня. Поэтому на своем опыте, то есть поделюсь своим опытом и постараюсь, скажем, максимально помочь всем тем, кто ищет для себя дополнительный или основной заработок. В общем, друзья, значит, что хотелось бы сразу отметить по поводу авторенка в Украине. То есть на мое мнение, так как человека, который занимается машинами уже пятый год, то есть на сегодняшний день не самый благоприятный климат для, скажем, для пригона авто, то есть для продажи авто. И это касается, в принципе, не только автомобильного бизнеса, то есть это касается абсолютно любого бизнеса, то есть все те, кто работали, скажем так, с Украиной, то есть у кого основной рынок сбыта, чем бы вы ни занимались, то есть любой бизнес, у кого был связан с Украиной, все на сегодняшний день реально потерпели крах, можем сказать так. Все начали искать себя заново, то есть как-то перестраиваться, открывать какие-то новые каналы, то есть новые бизнесы, что-то как-то думать. То есть, ну вот такая ситуация. Поэтому это будет касаться не только тех, кто занимается автомобилями, это касается по сути всех бизнесменов, то есть всех тех, у кого есть хоть какой-то небольшой капитал, неважно какой, даже самый минимальный, все равно это позволит вам развиваться. И, естественно, в таких ситуациях самое главное, чтобы был запасной вариант. То же самое, в принципе, похоже. Я бы хотел, почему я занялся вообще криптовалютами с 2020 года, потому что в тот момент была, в принципе, похожая ситуация. Да, она, возможно, была не такая глобальная, хотя тоже по своей глобальности немаленькая, да, но тогда много тоже кого зацепило, то есть я в тот момент, допустим, занимался автомобилями, пригоном автомобилей из Европы, потом закрывают границы, никого никуда не выпускают, жить за что-то надо. И в этот момент я понял, что самое лучшее, что может быть, ну, так совпали карты, естественно, да, что это, конечно же, бизнес и заработок в интернете. То есть это всегда так было, по крайней мере, для нашего поколения, да, там, кто рожден, скажем так, не знаю, там, в 80-х, 90-х, 2000-х, ну, плюс-минус. Вот. Все мы еще с детства, да, мы всегда искали, даже там, в раннем возрасте, каком-то там, 12 лет мы искали всегда какую-то подработку в интернете. То есть сейчас ничего не поменялось. И в тот момент, благо, у меня был друг-инвестор, ну, он и есть, который там подсказал, я сам этим по чуть-чуть интересовался. И я зашел в крипту. Вот в 2020 году это был очень удачный вход. Тогда был как раз коронадамп, то есть обвал вообще всего рынка. И вот я зашел как раз, скажем, после вот этого обвала. То есть очень удачно. Это очень важно вообще в инвестициях зайти как бы в правильный момент и выйти тоже в правильный момент. Почему я об этом рассказываю? Потому что на сегодняшний день, по моему мнению, субъективному, да, момент довольно-таки неплохой. Ну, об этом мы подробно потом еще поговорим, потому что это очень тяжело угадать. Но я вот просто рассказываю предысторию. И в тот момент капитал у меня, честно, ну, был довольно-таки вообще небольшой. Потому что я там по автомобилям, ну, не так и много, да, там успел заработать там за все эти времена. То есть на Европе не так много денег зарабатывали, как кто-то думает там. Поэтому капитал был небольшой, но я скажу, какая была у меня стратегия на тот момент. То есть я знал одно, что я знал, куда зайти, по какой цене, скажем так, да, то есть сделал это вовремя и знал, как это сделать. То есть прошел, скажем так, небольшое обучение, то есть небольшой курс по входу в криптовалюты. Довольно быстро там, не знаю, буквально может там за неделю, за две, за месяц, ну, где-то так. Ну, это быстро, то есть это азы какие-то определенные и все. Распределил свой капитал, то есть я посчитал, что вот у меня есть там столько-то денег. Я их просто разделил там, ну, приблизительно на сколько я думал, что может быть вот эта жопа. Ну, допустим, там, образно говоря, разделил там это на год и посчитал, сколько денег я могу тратить в месяц, чтобы мой капитал там, допустим, растянуть там на полгода или на год жизни, пока я не найду какой-то дополнительный заработок, либо пока не отработают эти инвестиции. Потому что это стратегия как бы в долгую, да. Это самая, в принципе, такая менее рискованная стратегия, когда вы инвестируете в долгую. То есть вот сейчас мы понимаем, что у нас плюс-минус где-то дно рынка. Возможно, еще будет ниже, но все равно уже точно не хаи. И вот в этот момент мы понимаем, что если сейчас начинать потихоньку заходить, не на всю котлету, естественно, а по чуть-чуть, да, то в перспективе там год, два, три, ну, это может быть по-разному, мы выйдем в какой-то плюс. В итоге я на своем портфеле, то есть я зашел не на всю котлету, я заходил постепенно, то есть там первые мои инвестиции, там эфириум был там по 150 долларов, потом он потихоньку начал расти, 200, 300, 500, 1000, и я все это время по чуть-чуть все равно заходил. То есть какая там общая цена, средняя цена покупки, я не знаю, но начиналось заходить со 150 долларов, и там вплоть даже до 3000 долларов я эфир покупал. В итоге он на хаях, он был по где-то плюс-минус там 4,5 тысячи долларов. Я на своем портфеле, да, то есть от общей инвестированной суммы, я сделал x5. И произошло это в принципе не так-то и медленно, то есть буквально там где-то за полтора года. Да, получается я начал заходить в марте-апреле, короче весной 2020-го, и хай цикла по сути вот был где-то наверное осенью 2021-го, то есть грубо говоря полтора года. Вот, но первый рост такой хороший, я помню уже был в конце 2020-го года, то есть конец 2020-го, начало 2021-го, когда эфир там вроде бы там или до 1000 долларов вырос, ну что-то типа такое, тогда я понял, что да, блин, это оно как бы, это то, чего мы ждали, скажем так. Естественно, параллельно всем этим инвестициям я искал для себя какой-то дополнительный заработок, то есть я в тот момент, допустим, там занялся подбором по Украине. У меня была идея по корейцам, то есть я давно хотел ее реализовать, и в итоге я реализовал, да, у меня потом пошел бизнес по Корее, очень хорошо пошел. Инвестирование тоже все это пошло, но просто я к чему веду, что сейчас, по моему мнению, такой момент, похожий момент, когда, скажем, вы все чем-то занимались, то есть меня очень много бизнесменов смотрит, я уверен, что много кто, скажем, благодаря моему каналу в том числе, занялся и автомобильной тематикой, то есть построил тоже на этом бизнес, но сейчас вот время реально для автобизнеса очень хреновое, да, то есть сейчас, по сути, если говорим про Украину, то есть в Украине рынок переполнен, то есть дешевых машин там по типу евроблях, нерастаможенных, и растаможенных, те, которые по бесплатной растаможке загонялись, очень до хрена, да, то есть пригонять невыгодно. Корейцев, допустим, очень до хрена пригонять, возможно, возможно, выгодно, но не все модели. Вот сейчас у меня приедет грандер, скоро клиент, вот посмотрим, посчитаем, то есть это такой, ну, бизнес-класс, можно говорить, да, возможно, вот такие будут выгодно, но большинство, то, что мы брали, там, сонаты, копяты, рынок переполнен, их сейчас в Украине продают за копейки, то есть пригонять смысла нет. По штатовским машинам то же самое, то есть все то, что вы сейчас видите на каналах, то, что там люди показывают, это все, по сути, старые заказы, там, довоенные, которые просто доезжают, потому что до сих пор, уже хоть полгода война в Украине, но до сих пор еще люди не все получили свои автомобили, не только по Корее, по штатам та же ситуация, то есть до сих пор продолжается этот сыр-бор, то есть очень много, что нарушилось по логистике, поменялись партнеры, цепочки, ну, короче, это долго рассказывать, не будем сейчас углубляться, суть в том, что ситуация такая же. То есть на сегодняшний день по автомобильной тематике в Украине то, что я вижу более-менее еще как-то теоретически может шевелиться, это, допустим, там, тачки из Китая, которые я планировал запускать и запустил бы, если бы не было войны в Украине, и, возможно, какой-то премиум сегмент, там, не знаю, автомобили из Арабских Эмиратов, допустим, да, какой-то, ну, вот, лакшери сегмент. Но опять-таки, друзья, давайте говорить о пороге входа, то есть порог входа, допустим, в те же китайцы, это минимум 20-25 тысяч долларов, минимум, чтобы пригнать, но более-менее хоть что-то, как бы, нормальное, да, и там доходит до 45-50 тысяч долларов. Порог входа в Арабские Эмираты, то есть чтобы пригнать что-то такое тоже более-менее, как бы, толковое, то, что будет реально выгодно, это уже, наверное, 1050 долларов, то есть от 50-ти, там, до 80-ти, 100 тысяч долларов, где-то плюс-минус так. То есть минимальный порог, походу, по сути, сейчас на автомобильный рынок в Украине, чтобы как-то шевелиться, хотя я тоже не уверен, там, кто-то будет ли покупать сейчас эти электромобили, там, по 25, но все равно это 1020-25 долларов. Сейчас все сидят на деньгах, по сути, то есть каждый думает, куда проинвестировать и так далее. В чем плюс, допустим, тех же криптовалют? Потому что депозит у вас может быть абсолютно любой. То есть даже если у вас есть, там, тех же 20-25 тысяч долларов, вам не надо рисковать всей суммой. То есть вы можете выделить, там, 5-10 тысяч долларов на крипту, еще, там, 10, допустим, или 15, там, оставить, там, ну, я образно говорю, смотря у кого сколько, у кого пятерка, то же самое, выделить, там, штуку две, трешку оставить, ну, у кого штука, выделить, там, 100, 200, 300, ну, то есть это все вы смотрите по своей ситуации. И у вас, как бы, риски уменьшаются, да, то есть вы, как бы, какую-то часть можете проинвестировать, там, долгосрок, какую-то, допустим, выделить на какие-то спекулятивные позиции, там, которые, вот, мы, там, пытаемся спекулировать, ну, каждый месяц, да, там, плюс-минус появляется какая-то возможность где-то на чем-то спекульнуть. Вот, меня просто, я просто к чему рассказываю, я делюсь, по сути, своим опытом, то есть я никому ничего не напарю, да, я рассказываю так, как есть, потому что я понимаю, что таких, как я, на сегодняшний день очень много, и на самом деле, что меня лично сейчас спасает, это вот действительно, блин, крипта. Да, можно потерять, ну, надо знать, куда заходить, когда и так далее, это все, как бы, уже нюансы, потом будем говорить, но, в принципе, вот, на сегодняшний день мы живем по бизнесу, скажем, да, по артобизнесу, на сегодняшний день пока что дохода, по сути, там, никакого и нету. То есть я сейчас занимаюсь тем, что доправляю еще, как бы, то, что кому должен там доправить, да, то есть то, что позастряло. Это я не говорю о том, что я не буду заниматься тачками, я буду заниматься, я обязательно поеду там на тот же Руставский, буду сотрудничать, возможно, какие-то другие рынки искать для сбыта, да, то есть по-любому я буду заниматься, потому что в идеале это когда есть и бизнес, и инвестирование, это самое идеальное, потому что бизнес может пострадать, инвестиции тоже могут пострадать, поэтому это просто обычная диверсификация, чтобы у вас было и то, и то, потому что многие думают сейчас, а какой бизнес, а я вам просто рассказываю, что вот есть, как бы, альтернативный вариант, который надо запускать. И вот этот альтернативный вариант мне, если честно, позволяет сегодня держаться какое-то время, хоть как-то где-то на плаву, то есть у меня есть там, допустим, долгосрочные позиции, да, которые я не жду, как бы, в ближайшее время, там, месяц-два, то есть я их жду, там, ближайший год, два-три, я не знаю сколько, вот в прошлый раз, там, грубо говоря, за год получилось, да, сколько сейчас потребуется, я не знаю, по которым я жду, ну, минимум, там, 25 иксов, но в идеале, там, я не знаю, 50-100, ну, это так, чтобы вообще взлететь, как бы, и это, в принципе, возможно, это по долгосроку. По краткосрочным, которые, там, получается, иногда спекульнуть, там, да, там, где-то раз в месяц, вот, там, в прошлом месяце, я не знаю, там, заработал, может, где-то долларов 300, 500, 600, небольшие деньги, в принципе, это даже может не покрыть ваших расходов месячных, да, потому что, если вы живете, там, на съемном жилье, заправляете машину, покупаете, кушаете, там, не знаю, по медицине еще, там, какие-то вопросы, ну, комплексно, вообще, жесть, на сегодняшний день все подорожало, и если в Украине подорожало в гривнах, скажем, да, в долларах не особо подорожало, то есть вырос курс гривен, ну, доллара, и выросли цены в гривнах, и в долларах вы где-то плюс-минус, там, остались при своих, но за границей, допустим, там, за счет вот этих всех санкций, этой херни, тут цены выросли в долларах, вот в чем прикол, как бы, но все равно это позволяет хоть как-то держаться на плаву, то есть, согласитесь, там, не имея какого-то стабильного дохода по бизнесу, например, да, там, опять-таки, смотря какой у вас депозит, то есть, ну, это же все тоже зависит, если депозит будет больше, там, на краткосроке можно заработать тоже больше, как бы, но все равно, там, тех же даже 300, 500, 600 долларов, блин, какого-то пассивного дохода, и это не требует от вас какого-то временного, скажем, да, то есть, это ты спекульнул, там, ну, выделил, там, этому, грубо говоря, там, какую-то неделю в месяц, заработал, отлично, все, как бы, но параллельно никто тебе не мешает, там, идти, блин, заниматься, строить, развивать какой-то новый бизнес, где-то подрабатывать, не знаю, там, подтаксовывать, там, еще что-то, ну, то есть, это просто как альтернатива, и самое главное, что порог входа может быть любой, то есть, вы можете начинать, как, со 100 долларов, там, образно, или 50, я, в принципе, так и начинал, то есть, потому что в 2020, там, ну, денег было вообще впритык, как бы, я просто принял для себя этот шаг, я вот так вот рассчитал, и по чуть-чуть, я себе просто прописал, что, там, допустим, каждый месяц, блин, я буду закидывать, как бы, там, 100 баксов, ну, образно говоря, там, на долгосрок, все, хотя дохода не было, то есть, я это закидывал, просто с чулка был небольшой чулок. Параллельно, да, потом, понятно, я уже, там, у меня получилось, скажем, построить новый бизнес, в новых реалиях, у меня пошел какой-то приток, и эти 100 долларов постепенно превращались, там, в 200, в 300, ну, уже, как бы, сколько получалось, то есть, больше, больше, больше. И это позволило нарастить портфель, плюс того, что я начинал заходить, как бы, в правильный момент, то есть, по сути, рынок рос, у меня портфель тоже рос, и в итоге, ну, я вышел на довольно-таки приятную, скажем, цифру, да, по своему портфелю, благодаря, опять-таки, и бизнесу, и инвестированию. То есть, на бизнесе я заработал намного меньше, но благодаря тому, что я инвестировал, я просто приумножил, то есть, вот этот капитал, как бы. И то же самое сейчас, то есть, сейчас та же ситуация, но, опять-таки, да, может пострадать инвестиция, вы можете допустить где-то ошибки, но для этого и создаются такие каналы, для того, чтобы делиться своим опытом. То есть, цель, по сути, создать свое, как бы, крипто-сообщество, инвесторов, да, там, неважно, ну, большинство зрителей на этом канале сейчас, у меня, там, Украина и Польша больше 50%, и, как бы, делиться опытом, чтобы... Потому что, знаете, есть такое, что ты растешь вместе со своей аудиторией. То есть, ну, это действительно правда. Потому что, вот как и было, там, по корейцам, допустим, да, я рос, но я смотрел, что и мои клиенты растут вместе со мной. То есть, ну, мы одновременно, как бы, и то же самое здесь. То есть, хочется просто объединить себя, как бы, людьми, единомышленниками, да, то есть, найти, как бы, свою аудиторию, кому это интересно, и вместе развиваться, как бы, в этой теме. Поэтому обязательно пишите свои вопросы, у кого есть, то есть, ну, вообще по этой теме, там, любые, глупые, пишите. Все буду читать, смотреть, анализировать. Дальше будем как-то развивать эту тему, буду снимать еще больше видео, как бы, будем потихоньку развиваться. Возможно, кто-то есть, у кого уже больше опыта, чем у меня. Я вообще не претендую на, как бы, звание, там, суперэксперта по криптовалютам. Но у меня этот опыт уже, поверьте, есть. Как бы, ну, как минимум, один цикл я уже прошел. И прошел, скажем, и с определенными успехами, и с определенными неудачами. То есть, мне реально есть чем поделиться. И, на самом деле, по инвестициям я уже тоже очень давно хотел, как бы, ну, выйти в эту тему, именно публично. Потому что я занимался, но особо там об этом никому не рассказывал, да, как бы, ну, хотелось там пройти какой-то путь, потом уже, если что, делиться, как бы. Хотя, там, кто не верит, вы можете зайти, там, Инстаграм, все это посмотреть. Я выкладывал и фотки с конференции, и все остальное. То есть, я действительно с 2020, уже третий год, по сути, да, занимаюсь инвестированием в том числе. Поэтому есть о чем рассказать, есть желание самое главное, потому что сегодня такая ситуация. Очень хочется, чтобы для вас это было полезно, чтобы мы вместе начали развиваться, делиться опытом, так сказать, да, и чтобы каждый был с этого в плюсе. Все. Поэтому я думал, там, отдельный канал, я тогда выкидывал, там, на отдельном, думал туда-сюда. Но сейчас я понимаю, что все-таки аудитория у меня на этом канале, да, то есть, и я понимаю, что на сегодняшний день это даже где-то больше, именно для вот вас, да, кто меня смотрит, вот именно вот это больше актуально, чем автомобили. Автомобили тоже будут, само собой, возможно, там, ситуация в Украине как-то стабилизируется, автомобильный рынок как-то стабилизируется, потому что он сегодня непонятный, да, то есть, или, блин, дешево, или, ну, просто хрен поймешь, как бы. Возможно, тачки тоже пойдут, ну, плюс есть много зрителей, которые за границей, потому что очень много выехало людей за границу на сегодняшний день из Украины, я не знаю, ну, мне кажется, уже, наверное, миллионов 10 реально покинуло, потому что одни беженцы уехали там в Европу, другие уехали в Россию, как бы кто куда смог, в разных направлениях, мне кажется, миллионов 10 уже реально украинцы за границей, поэтому тачки тоже остаются, но крипта вот сейчас выходит где-то пока что, по крайней мере, у меня на первый план, потому что на этом удается зарабатывать, независимо от того, где вы живете, где вы находитесь, что происходит вообще в мире, да, то есть, по сути, для этого нужен только интернет и какой-то минимальный депозит, то есть, с чего начинать, все, то есть, неважно, где вы находитесь, в Украине, там, за рубежом, ну, вообще по барабану, да, главный доступ в интернет, неважно, что происходит, даже там в условиях, там, не знаю, там, военных действий, все равно все понимают, что нужно за что-то существовать, да, то есть, никто, как бы, хлеба в дом не принесет, поэтому вот, вот такой вот, короче, месседж, такой спич, пишите свое мнение, просто я перед этим выкладывал пост о том, что я хочу, вот, на эту тему поделиться, и много людей поставили плюсики, что им это интересно, огромная вам благодарность, то есть, за то, что вы проявляете интерес, и чем больше будет от вас, как бы, обратной связи какой-то, да, ну, там, комментов, я имею в виду, ну, видно, что людям это интересно, как бы, тем больше у меня будет желание об этом вещать, потому что, знаете, как говорится, хочется вновь обрести себя, как бы, и, ну, быть полезным этому обществу, каждый по-своему, кто-то пошел на войну, кто-то пошел там волонтерить, кто-то еще что-то, ну, каждый занимается тем, в чем он профессионал, вот, я могу, и, ну, я знаю, что я могу вот этим пользу принести, по крайней мере, на это надеюсь, что для вас это будет полезно, поэтому обратная связь очень, очень нужна. В принципе, вот такая, друзья, информация, это будет отдельный плейлист, он уже есть на канале криптовалюты, поэтому, кому интересно, подписывайтесь, как бы, смотрите, кому не интересно, ну, не смотрите этот плейлист, да, то есть, это такое дело, вот, но это будет, я думаю, потому что, так как люди проявили интерес, им это интересно, соответственно, мы будем тоже над этой тематикой работать. Ну, а тачки, я же говорю, тачки, само собой, это все остается, как бы, ну, в любом случае, сейчас спадет жара, как бы, просто сейчас, ну, сейчас белись вообще нереально, там сейчас жара, блин, на солнце доходит до плюс 50 градусов, лесные пожары вокруг города, все в дыму, там сейчас спасатели работают, тушат, то есть, ну, сейчас туда ломиться, вообще никакого смысла нету, но как только вот там, я не знаю, где-то неделька, может, жара спадет, обязательно поеду, как бы, сниму обзор, поэтому по тачкам тоже, как бы, все будет. Все, друзья, надеюсь, не затянул, потому что новая тема, как бы, все хочется сказать, потихоньку, вот, главное, положить начало, да, так, как говорится, и потом уже постепенно будем профильно, то есть, смотреть, у кого какие вопросы, буду там рассказывать и так далее, там, что в моем портфеле, там, ну, все, уже там первые вопросы какие-то пошли, но жду от вас обратную связь. Все, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, С вами был Андрей, канал Джонас Киев, все контакты, кому там, что надо, тоже в описании, поэтому увидимся, счастливо, пока, друзья.